Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Национального Совета Западной Армении Арменак Абрамян выразил соболезнование в связи с кончиной Герогоса Сарыки. По итогам выборов в новый армянский парламент проходит три политические партии. В Ереване открылся третий глобальный форум против преступления геноцида. Помощь США курдам тактическая и временная. СМИ сообщили, что ПВО Сирии отразили авиаудар в аэропорт Дамаска. В Афинах прошли мероприятия, посвященные 30-летию спитакского землетрясения. Парижская книжная ярмарка состоится с 15 по 18 марта 2019 года. Сборная Западной Армении проведет недельный тренировочный сбор и два товарищеских матча с 3 по 10 января. Национальный совет Западной Армении. Национальное собрание Западной Армении. Парламент. Правительство Западной Армении. Президент Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Выражаем глубочайшее сочувствие детям и родственникам Герогоса Сарыки. Центральная избирательная комиссия на заседании 10 декабря обобщила предварительные итоги состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов. По итогам заседания Центральной избирательной комиссии подписан протокол. Представляя итоги голосования, председатель ЦИК Тигран Макучан подчеркнул, что их итоги обобщены на основании данных, полученных со всех избирательных участков. На первом месте находится блок «Мой шаг», за который проголосовали 884 456 избирателей или же 70%. Республиканская партия Армении получила 59 тысяч голосов избирателей или 4,7%. Социал-демократическая партия Гражданское решение – 8530 избирателей или же 0,68%. Партия АРФД – 48 811 избирателей или же 3,89%. Партии Светлая Армения отдали голоса 80 024 избирателя или 6,37%. Партия Христианско-народное возрождение – 6 456 избирателей или 0,51%. Партия Национальный прогресс – 4 112 избирателей или 0,33%. Блок «Мы» получил 25 174 голоса избирателей или 2%. Партия Орина Циркирь – 12 389 голосов или 0,99%. Партия Сосна Циркирь – 22 862 голоса или 1,82%. Партия «Процветающая Армения» – 103 824 голоса или 8%. Тем самым в парламент нового созыва проходят три политические силы – Блок «Мышак», партия «Процветающая Армения» и «Светлая Армения». Окончательные итоги выборов будут представлены в течение недели. В Ереване в Музее-Институте древних рукописей Матана Даран открылся третий глобальный форум против преступления геноцида. Как передает Армен Пресс, на открытии форума выступил исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мана Цаканян. В своей речи он отметил, что геноцид как преступление не исчез из повестки международных обсуждений, риски пока имеются. По его словам, мы живем в меняющемся мире, где растет популизм, радикализм, нетерпимость и права человека отодвигаются на второе место, что очень опасно. Сегодняшний форум должен способствовать решению подобных проблем. Мы с нетерпением ждем таких идей, мыслей, решений, которые обогатят наш арсенал в рамках этой борьбы, отметил он. Анкара просит Вашингтон вывести свои позиции наблюдателей Сирии, в то время как специальный представитель США по проблеме Сирии Джеймс Джеффри пытается убедить турецкие власти в том, что их присутствие выгодно всем. Джеффри находится в Анкаре для участия в третьем заседании Американо-турецкой рабочей группы по Сирии, в ходе которого два союзника решили ускорить реализацию дорожной карты региона. Джеффри встретился с министром обороны Турецкой республики Хулуси Агаром, а также с сотрудниками спецслужб Турции. 24 ноября министр обороны Турции подверг резкой критике развертывания наблюдательных миссий Ефрата курдским правстанцам народных сил самообороны, выступая перед журналистами. Джеффри указал на сближение США и Турции, что поддержка курдами США носит тактический и временный характер. Он также утверждает, что политика, проводимая Манбиджи с турками, может принести мир всей Сирии. Что же касается создания наблюдательного пункта на востоке Ефрата, то он направлен на обеспечение безопасности региона. Журналисты, близкие к партии справедливости развития, сообщили, что Хулуси Агар потребовал американского дипломата незамедлительно прекратить программы с курдами. Кроме того, группа студентов-националистов собралась перед Министерством иностранных дел страны, чтобы выразить протест против помощи США курдским повстанцам, действующим на севере Сирии, а также против визита Джеймса Джеффри в Турцию. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили авиаудар вблизи международного аэропорта Дамаска, сообщает в воскресенье телеканал «Аль-Мая-Дин». По словам телеканала, сирийские ПВО поразили вражеские воздушные цели в районе аэропорта к югу от столицы. 7 декабря в 19 часов в мемориале геноцида армян в Афинах афинские армяне почтили память тысячи жертв землетрясения и погибших спасателей по случаю 30-летия спитакского землетрясения. Мероприятие было организовано Союзом ЭРА при поддержке общественного культурного центра Армения, в котором приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения, заместитель главы армянской гепархии Греции, верховный лидер католической общины, социал-демократ Гончакян, либеральная партия Рам-Кавар, армянское народное движение, армянский всеобщий благотворительный союз и представители греко-армянских образовательных и общественных объединений. Представители Российского союза эмигрант. В ходе мероприятия состоялась также торжественная церемония поминовения. Затем армянские дети выступили с прекрасными номерами, а союз эмигрантов с песнями. Напомню, что в трудные дни 1988 года недалеко от Еревана потерпел крушение югославский самолет. Все семь членов экипажа погибли. Также в эти дни разбился Ил-76, в результате чего его экипаж из девяти человек и 68 спасателей также погибли. Самый молодой депутат Западной Армении Патилия Абрамян представит своей книге на Парижской книжной ярмарке 17 марта 2019 года и порадует наших детей сказками, легендами и мифологическими историями Западной Армении. Патилия Абрамян желает вам счастливых праздников и сообщает, что 21 декабря также день рождения Митры, Михра, Мгера, непобедимого солнца, родившегося в водах озера Ван в Западной Армении, освещающего страну. Вот почему до нашей эры рождение Митры праздновалось до 25 декабря. 25 декабря взят из юлианского календаря, созданного Юлием Цезарем, который устанавливает димние солнцестояния в тот же день. Поскольку Михр был заточен в пещере на восточном берегу озера Ван, пещеру назвали в его честь дверь Мгера. Рождество и День Откровения с тех пор этот праздник является рождением и крещением Иисуса. Он родился в Вифлееме недалеко от Иерусалима и был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. 6 января армянская церковь празднует рождение Иисуса и его укрещения, которое обычно называют Днем Откровения Христа. В 354 году Папа Либерий официально объявил 25 декабря Днем Рождения Христа. Армяне не приняли решение католической церкви и празднуют праздник 6 января по старому календарю. Сборная Западной Армении проведет недельный тренировочный сбор и два товарищеских матча в Марселе, Франции с 3 по 10 января. Следите за телевидением Западной Армении, чтобы познакомиться с новостями команды и узнать имена соперников. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Харуйк Горани. Январяна Папа Либерий официально Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!